Просто вставляем батареечку, крону. Вот раз в списку проверка. Второй раз. Всё, он в работе. Представитель Всероссийского добровольного пожарного общества устанавливает извещатели дыма в семье Фокинах, в которой восемь несовершеннолетних детей. Живут в большом деревянном доме Подфрянова в деревне Старопореева. При малейшем задымлении в комнате извещатель дознать, что произошло возгорание. Специалист установил пять датчиков дыма. Три в жилых комнатах и два в помещении, где работают газовая плита и АГВ. Семья большая, дружная. Пока закрепляли на потолке устройство, ребята рассказали о домашних питомцах. Они в марте появились. В марте появились. Как их зовут? 20 марта. Это чернышка. Это мята. Это марта. В семье есть школьники. И отдел надзорной деятельности подарил ребятам красочное расписание уроков. Напомнил о простых правилах обращения с электроприборами. Предупредил и о последствиях детских шалостей. Спать ложитесь. В розетках не оставляем телефоны заряжаться. Только днем заряжаем. Сейчас у нас снег сойдет скорым. Сухая трава будет гореть. Это год в год одно и то же. Самое главное помнить, опять же, самим поджигать нельзя. За это существует наказание. В рамках программы Московской области безопасность Подмосковья были установлены бесплатно вот такие датчики, которые автономные противопожарные датчики. Данная программа идет с 2017 года. На территории городского округа в семьях малообеспеченных уже установлено более двух с половиной тысяч таких датчиков. И мы продолжаем устанавливать эти датчики бесплатно. Именно в тех семьях, которые многодетные и малоимущие. Мониторинг последних лет показал, в домах, где работают извещатели, пожары не случаются. По словам специалистов, большие потери при пожаре возникают тогда, когда упущено драгоценное время. Назначение данных извещателей является раннее обнаружение пожара. То есть малейшее задымление извещателю ловит и подаст громкий звуковой сигнал. Когда мы спим, соответственно, мы ничего не видим. И основная задача – это в ночное время нас разбудить. Работает устройство автономно. Примерно каждые два года в нём нужно менять батарейку. Михаил Налётов, Александр Оржевский. Щёлковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова